Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Собственно, как и всегда, с утра мы разбираем основные события минувшей торговой сессии, смотрим на события грядущие, собственно, и в связи с этим отторговываем наши долгосрочные инвестиционные идеи. Начнем мы сегодня с обозначения ключевых фундаментальных событий. Думаю, друзья, что многие из вас уже посмотрели на хронологию отчетов и вообще на то, что будет интересного сегодня. Изменения в экономическом календаре произошли довольно существенные. И если, собственно, еще в конце прошлой недели мы никак не настраивались на выступления Джерома Паула и Дональда Трампа, то сегодня, собственно, представители, председатели Американской Федеральной Зеленой Системы и президент США выступят с обращениями, которые будут иметь очень важное значение для всех финансовых рынков. Прежде всего, друзья, ждем Джерома Паула в 10.15 по московскому времени. Собственно, его ариторика будет посвящена, я уверен, на части и перспективам денежно-кредитной политики. Ну а что касается Дональда Трампа, то в свете его вчерашнего твита о том, что решение по продлению, либо не продлению соглашения по АТОМу с Ираном будет принято уже сегодня, думаю, что именно этот фонд станет основным. Выступление Дональда Трампа состоится поздним вечером в 21.00 по московскому времени. И я, пожалуй, позволю себе забежать вперед и сказать, что для рынка нефти текущая торговая сессия может стать судьбоносной, потому что вот уже две недели мы с вами вынашиваем вот эти риски для нефтянки и обозначаем два противоположных сценария, это существенного роста, либо такой же существенной коррекции. Хотя с учетом того ралли, которое по нефтянке восходящего уже случилось, я думаю, что даже если дело дойдет до решения Трампа, и мы услышим о том, что США не будут продлевать сделку по АТОМу, все равно рост актива будет уже ограниченным, потому что буквально в ходе торговой сессии понедельника, вы сами все прекрасно видели, цены на нефть добрались до максимума с ноября 2014 года, перевалив за 76 долларов за баррель. Правда, к концу дня инициатива снова перешла к продавцам, они смогли вернуть котировки нефти ниже 76, сейчас цены чуть выше 75-50. Не хочется каркать, это тоже фраза довольно часто, которую я использую, лишь бы, скажем, не сломать ту динамику, которая сейчас развивается, не зарядить покупателей, собственно, уверенностью в том, что они правильно делают, а, напротив, поддержать продавцов, которые продают, собственно, и бренд, и WTI, в расчете на то, что этот актив, будучи перекупленным, обязан уже скорректироваться. Друзья, я слежу за твитами Трампа, надеюсь, что именно на опыте того, что именно его сообщения остаются центровыми для всех финансовых рынков, многие из вас волей-неволей тоже стали поглядывать за теми мнениями, которые высказывает американский президент и заявлениями, которые он делает. Собственно, как я уже отметил, вчера для меня было полной неожиданностью то, что Трамп, в принципе, подготовил рынок к заявлениям по ядерному соглашению, но, может быть, это хорошо, мы сейчас уже ориентируемся на конкретный период, на текущую торговую сессию и не, скажем, работаем с какими-то неподкрепленными ожиданиями, что в течение недели, когда-то, во вторник, в следующий тверх или пятницу, все-таки это решение будет принято. Это произойдет уже сегодня, друзья, как я уже отметил, сценариев два. Надеюсь, что вы уже определились с тем направлением, по которому вы будете действовать и ждете, так же, как и все те, кто спекулирует нефтянкой, того, что сегодня сообщит Трамп и какое решение принять. Напомню то, что цены на них держатся на высоких значениях, потому что трейдеры, которые покупают этот актив, абсолютно уверены в том, что жесткая позиция Трампа будет продолжена и дальше. И Трамп расторнит это соглашение и, соответственно, вновь установит и идет новые санкции против Ирана, которые будут стоить мировой экономики. А потенциальной нехваткой предложений, по предварительным данным, мировая экономика может не досчитаться из-за отсутствия иранского экспорта примерно до 600-700 тысяч баррелей в сутки. Напоминаю, что сейчас это очень много. Сейчас любые темы, которые касаются ограничения предложений, очень интересны для рынка и приводят, соответственно, к мощным движениям, потому что рынок сейчас, благодаря усилиям страны ОПЕК, близок к балансовому состоянию. Еще один фактор поддержки – это экономический кризис, который продолжает развиваться в Венесуэле. Он уже привел к снижению объемов нефтедобычи. Если будем ссылаться на объективные оценки тех же самых Global Plats, то сейчас в Венесуэле добывается нефть примерно на 300-400 тысяч баррелей, меньше, чем, собственно, в начале этого года. И текущие показатели – это минимальные вообще за последние, я думаю, даже более длительные периоды времени. Сейчас это минимальное значение за год. И я думаю, что ситуация будет усугубляться в этом ключе и дальше. Снова напоминаю, друзья, то, что все для нефтьянки должно решиться сегодня. Да, у нас будет период повышенной влаченности, но все-таки до конца торговой сессии рынок должен определиться с направлением. И я надеюсь, что сегодня продавцы получат должную фундаментальную поддержку. Я надеюсь на благоразумие и здравомыслие Трампа. И надеюсь на то, что его советникам все-таки удалось убедить его в том, что сейчас не нужно провоцировать неопределенность такого формата. Поэтому я делаю ставку на то, что соглашение все же будет продлено. США не выйдут из этой сделки по атому. И, соответственно, у «Медведей» появится долгожданный повод для развития нисходящей динамики. Также сегодня у нас еще и отчет от Американского института нефти по запасам. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что этот отчет не будет иметь никакого значения в свете тех ожиданий, которые сейчас на рынке присутствуют. В 21.00 по московскому времени состоится выступление Трампа. И я думаю, что это выступление как раз приурочено заявлением, которое мы будем с нетерпением ждать. Доллар японская, иена. Американская валюта продолжает устанавливаться против японского конкурента. Мы сейчас наблюдаем котировки 109 ровно. Я думаю, что вы уже лично убедились в том, что у этой валютной пары есть все основания для дальнейшего роста. Сейчас все делают большой акцент на то, что у представителей ФРС довольно-таки много оснований для того, чтобы не умудрить и разгонять процентные ставки как можно более интенсивно, динамично, сохраняя вот эту очень крутую траекторию нормализации денежно-кредитной политики. Почему? Потому что высокие цены на нефть, безусловно, раздувают показатели инфляции и оказывают на него разгоняющее воздействие. Потом у нас еще свежие, довольно актуальные воспоминания по поводу выхода блока данных по американскому рынку труда, рост заработных плат и уровень безработица в 3,9%, минимальное значение за последние 18 лет. Безусловно, американская экономика близка к максимальной занятости. Следующим шагом работодателей будет повышение заработных плат, поэтому высокие цены на нефтянку и рост заработных плат. Это мощнейший фундамент для роста инфляции. А восстановление нацепотребительских цен, безусловно, не оставит американскому регулятору другого выхода, кроме как действовать более агрессивно с процентными ставками. Ждем с вами 13 июня. Друзья, как вы все наверняка лично могли убедиться, время неумолимо движется вперед, время скоротечно, поэтому я думаю, что очень быстро наступит этот долгожданный период, какого-то двудневного заседания, и мы получим такое же долгожданное решение ФРС по росту процентных ставок. Уверен в том, что до 13 июня доллара японская иена установит новые максимумы, и полагаю, что эти максимумы лежат гораздо выше 110 против фонд доллара. Также хочу отметить, что Министерство финансов в США запланировало размещение на довольно существенную внушительную сумму в 73 миллиарда долларов облигаций. Речь идет о однолетних, трехлетних и десятилетних бумагах. Размещение произойдет в ближайшие дни. Надеюсь, что вы помните те параллели, которые я проводил для вас касательно того, что происходит с американским долларом в соответствии с показателями доходности американских облигаций. Почему сейчас очень важно сделать акцент на размещение облигаций Минфиду? Потому что это редкое явление, это то, что явно характеризует острую необходимость американских денежных властей в ликвидности. И для того, чтобы эту ликвидность удалось получить и, собственно, с успехом провести размещение, нужно добиться только одного, чтобы доходность этих облигаций была на очень высоких значениях. Тогда показатели доходности сделают всю работу и сам убедит инвесторов обязательно вкладывать деньги в эти облигации. Текущие показатели доходности более чем достойны для этого. Думаю, что Министерство финансов вкупе с деятельностью с ФРС и с Трампом, если потребуется, смогут обеспечить нужные показатели доходности, поскольку это очень важно для американского рынка и для успешности размещения. Нужные показатели доходности в идеале бы, друзья, если бы деталерки сейчас были выше 3%, но сегодня на азиатской сессии мы видим, как американские тренды активно восстанавливаются. Я думаю, что 3% по доходности мы с вами увидим уже в этот четверг, когда с большой долей вероятности, практически 100% вероятности, вводят довольно сильные данные по инвесу потребительских процентов США. Почему мы ожидаем сильную инфляцию, я только что об этом рассказал. Фунт против американца. Послезавтра уже состоится заседание Банка Англии. Ждем его с нетерпением, потому что это заседание будет таким же судьбоносным для британцев, как, к примеру, сегодняшнее решение Трампа по ядерной программе для нефтернки. И продолжим говорить о том, какие ожидания присутствуют. Я отмечу, что сейчас покупатели делают ставку на то, что риторика Банка Англии будет более жесткой. И я отношусь к тем трейдерам, которые ставят на рост британца. Надеюсь, что среди вас много таких же, потому что фунт нужно покупать хотя бы из того, что он очень сильно уже просел. Фунт нужно покупать, исходя из того, что Банку Англии придется. Все же, если не сейчас поднять процентные ставки, то, по крайней мере, дать нам понять, что повышения будут неизбежны, собственно, до конца этого года. Скорее всего, если ничего не произойдет в плане изменений, за повышение процентной ставки проголосует только Сондерс и Макаферти. Но именно расстановка сил имеет очень большое значение для реакции британца на те решения, которые принимаются. Если окажется, что среди голосующих членов Банка Англии, их 9, собственно, за повышение процентной ставки выступают не только Макаферти и Сондерс, уверен, что этого уже будет более чем достаточно для того, чтобы простимулировать рост британской валюты. Также в четверг у нас выступает Карни. Его позиция может существенно отличаться от позиции представителей голосующих членов Банка Англии. И нужно понимать, конечно же, что лидером все-таки британского регулятора является именно Карни. И он является также параллельно еще и лидером мнения. Его комментарии будут крайне важны. Тоже я делаю на них большую ставку. Рассчитываю на то, что Карни прекрасно понимает, в чем сейчас заключается сакральный смысл важности укрепления курса фунта. То есть в четверг будет крайне важный день. И полагаю, что он нас в реале разочарует. Европейская валюта продолжает снижаться. 1.19.12 уже сейчас мы протестируем еще скоро эту поддержку. 1.19 будем переписывать новые локальные минимумы и стремиться к более нисходящим уровням. Все в соответствии с ожиданиями и тем сценарием, который мы с вами разбирали что вчера, что и на прошлой неделе. Против европейской валюты активно продолжают действовать и доллары, и контраст монетарных политик, и собственно еще слабая статистика. Действительно новая неделя, новые отчеты и новые разочарования. Потому что вчера вышли данные по производственным заказам Германии. Минус 0,9%, спад со 0,3%. 3.1 показатель в годовом выражении тоже с мощное снижение с 3.5% индекса доверия инвесторов. Снижение с 19.6% до 19.2%. Но какой бы сектор мы не взяли, вы видите, что сигналов слабости очень много. Поэтому делаем ставку на все те же причины, из-за которых мы продавали европейскую валюту раньше. Уверен в том, что давление будет только усиливаться. И очень хочется верить, друзья, в том, что вы не нашли и не позволили себя убедить в том, что на основании чего-то европейская валюта может в ближайшее время вырасти. Австралийцы против доллара. Несколько часов назад вышли данные по роничным продажам. Отчет очень важный, поскольку роничные продажи отчасти позволяют нам сделать вывод про индекс потребительских цен и про те решения, которых будут придерживаться власти Резервного банка Австралии. То есть роничные продажи разочаровались с 1,6% роста снижения до нулевой отметки. Я думаю, что в следующем месяце уже будет и отрицательная территория. Поэтому, друзья, конечно же, политика будет оставаться мягкой и австралийцы будут испытывать прессинг и давление. Сейчас австралийцы уже ниже 0,75. Думаю, что мы с вами крайне близки сейчас к цели 0,73, которая была обозначена раньше. Новозеландский доллар такая же динамика и, в принципе, такой же фундаментальный фактор снижения. Только если по австралийцу мы с вами сделали ставку сейчас локальную на роничные продажи, то по новозеландскому доллару это отчет по инфляционным ожиданиям, которые снизились с 2,1% до 2%. Далее у нас впереди еще и тоже активность потребителей и решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, которое будет подкреплено еще и сопроводительным заявлением. Полагаю, то, что риторика будет схожей с риторикой Резервного банка Австралии и в купе австралийцы-новозеландцы покажут еще более сильное ослабление против американского доллара. Фондовый рынок США рос неплохо на поддержке аналитического сектора, но после вчерашнего твита Трампа о скором решении по ядерной программе нефтянка развернулась и потери капитализации всего сектора стоило также и сбавление оборотов роста для американской фонды. Долгосрочные взгляды и ориентиры по фондовому рынку США остаются, друзья, неизменны. Это 2,5 тысячи пунктов, а сейчас минует период квартальных отчетов и американскому фондовому рынку больше не на чем будет расти. Мы вернемся к проблематике высоких процентных ставок и продолжающегося и усиливающегося кризиса ликвидности на национальном рынке США из-за тех действий, которые сейчас предпринимаются ФРС по сокращению баланса и размещению облигаций. Золото в связи с тем, что мы сделали активную ставку на укрепление позиций доллара тоже будет снижаться. Да и в целом, я думаю, что уже совершенно очевидно, что котировки золотого актива будут смещаться к поддержке 1300 долларов за тройскую пункцию. Чем быстрее укрепится доллар, чем чаще будут звучать все комментарии представителей ФРС о том, что ставки будут повышены, потому что американская экономика готова справиться с ними. Это лучший инструмент, который позволит предотвратить перегрев экономики. Тем более выражено будет снижение. Думаю, что даже на 1300 долларов золото не остановится. Мы увидим более, скажем, уровни нисходящего порядка. Единственное исключение, которое могло бы сейчас изменить данный сценарий, это рост геополитических рисков. Ну, вроде бы как переговоры между США и Китаем продолжаются. Вроде бы как Северная Корея более не провоцирует, скажем, никакие конфронтации в мировой экономике своими острыми заявлениями. Соответственно, у нас нет пока причин возвращаться к проблематике сирийского вопроса. Тоже ситуация более-менее стабилизировалась. Единственное, что будет сказано Трампом касательно ядерной сделки. Но я уже отметил, что, друзья, будучи оптимистом, считаю, что стакан наполовину полон, нежели пуст. И считаю, что сегодня Трамп примет очень важное правильное решение. Правильное решение, на мой взгляд, сейчас не выходить из ядерной сделки по Ирану. Соответственно, если этот сценарий реализуется, мы увидим и укрепление курса доллара, и снижение золота. И самое главное, может быть, прежде всего, за чем мы будем следить, это за потенциальным снижением цен на нефть. Как раз нефтянка очень сильно рачаровала в последнее время медведей. Но все равно есть еще преданные продавцы, которые верят в то, что этот рынок в самое ближайшее время развернется. Резюмируем, друзья. Сегодня мы с вами ждем выступления Джерома Паула. Это событие, которое пройдет совсем скоро, в буквальном смысле через 20 небольших минут. Я надеюсь, что в экономическом календаре не было ошибки. И надеюсь, что, собственно, конкретный период, время этого выступления также осталось неизменно. И в 21.00 у нас выступление Дональда Трампа. Супер торговая сессия, обычно не свойственная по ожиданию мощной волатильности для вторника. Но сегодняшний вторник, и этот вторник явно исключение, друзья. Поэтому вы сегодня должны быть гораздо более бдительными, нежели чем всегда. Уверен, что волатильность будет крайне значительной. Остается только пожелать вам хорошей, успешной, удачной, результативной торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени. Как и всегда, будем обсуждать, что на рынке произошло интересного. И в свете того, что я сказал, завтра нам уж точно будет о чем поговорить. Всего доброго, до свидания.